С самого зарождения русской фашистской партии, Махиил Матковский и Константин Радзеевский боролись за контроль над ней. Там, где Радзеевский был догматиком, Матковский был прагматиком. Там, где Радзеевский был искусным пламенным оратором, Матковский был переговорщиком, используя свой такт и политическую проницательность, чтобы склонить политических врагов на свою сторону. Там, где Радзеевский хвалил антисемитские инициативы чернорубашников, Матковский презирал их бандитизм. На краткий миг их цели совпали, результаты их сотрудничества принесли свои плоды. Членство в РФП росло и достигло пика, поскольку все больше и больше русских эмигрантов видели привлекательность фашизма. Затем разразилась Великая Отечественная война. В то время как немцы ввели войну на уничтожение с Россией, разногласия между двумя лидерами становилось все больше. Несмотря на разрушительные геноциидальные намерения Гитлера, Радзеевский искал его поддержки, мечтая о России, свободной от большевизма. У Матковского таких иллюзий не было. Война Рейха против Советского Союза, а следовательно и против России, обнажила их расовую ненависть к русским. Независимо от того, какую подачку может получить РФП, нацисты не включили в свои планы независимую Россию. Однако верный своим принципам, Матковский и его клика хранили молчание и вжидали, наращивая свою власть в последующие годы. Когда пришло время, они захватили город Магадан у Радзеевского, изгнав лоялистов и официально расколол партию. Теперь, управляя своими владениями, Матковский стремился спасти Россию от разорения. Средства для достижения этой цели лежат за океаном. И это вовсе не Япония, это Америка. Однако, даже для такого опытного переговорщика, как Матковский, победить такую могучую державу трудная задача. И все же он не позволит простым сомнениям остановить его. Приветствую вас, друзья. В новом прохождении будем играть чудесный мод The New Order, который получил не менее чудесный перевод. За что огромное спасибо всем переводчикам. Возможно, кто-то из них даже смотрит это видео. Вы молодцы. Ссылку на группу перевода я оставлю в описании. Кому интересно, переходите, смотрите. Там у них всякого разного, много интересного. Ну, мы давайте познакомимся с нашей страной. У власти у нас, как во вступительном слове было сказано, руководит Михаил Матковский, который взял контроль над портом Магадан. Это окно в Россию, которое дает нам прирост поэт власти небольшое. Вождь выбрал Магадан как свою базу совсем не случайно. Берега этого Тихоокеанского порта приносят множество хороших вещей. Камчатские и Аляскинские контрмандисты привозят в город многие богатства каждый день. Причинство вождя может расти с помощью богатств порта, что в конечном итоге сделать его более легитимным. Мы также являемся фашистскими раскольниками. Мы получаем чуть больше военобязанного населения, атаку дивизии и восстановление ее. Когда-то РФП была единой организацией, свободной от гражданских дрязг, опутавших все остальное в России. Но это единство не длилось вечно. Идеологические различия между двумя лидерами РФП, Радзоевским и Матковским, становились все отчетливее. С каждым годом, с каждым десятилетием. Наконец, точка невозврата была достигнута, когда Матковский захватил портовый город Магадан для своих целей. Он обещал построить свободную Россию, свободную от бедности и страданий. Сможет ли он выполнить свои обещания, покажет лишь время. А также мы являемся наследниками Харбина. Именно в Харбин Манчжурию после поражения в гражданской войне бежали сторонники Белого движения, Белая армия. Они были запятаны репутацией предателей, зализывая свои раны и замышляя о свержении Советского Союза. Вскоре в этом городе фашисты объединились. Под руководством Родзеевского-Матковского, русская фашистская партия стала главной партией среди русских эмигрантов. Когда союз распался, Белые и РФП образовали единый фронт против большевиков. И некоторое время они действовали успешно, пока внутренняя борьба не расколола их. Теперь три осколка соперничают за власть. Каждый претендует на то, чтобы стать законным наследником Харбина. Давайте посмотрим на самой карте. Как мы видим, есть тут у нас Магадан, это наша страна. Рядом Амур, в котором Родзеевский. А также третья часть Белого движения, которое пришло с Маньчжурии. Это Чита во главе с Михаилом II, который объявил себя наследником русского престола. Ни много ни мало. Да, очень много было сказано про русскую и фашистскую партию, про ее раскол, про мечты ее лидеров объединить Россию. Но у Магадана есть одна альтернативная ветка, при помощи которой можно привести одного интересного персонажа к власти в этом небольшом портовом городке. Давайте будем стартовать и посмотрим, кто же он. Хочу вам представить Митчелла Уэрбела III. Это сын царского офицера Белой армии, который во время Второй мировой войны был оперативником американской разведки. Он действовал в Юго-Восточной Азии, противостоял японским войскам. Мы пригласим его в Магадан и проследим за его деятельностью на пути объединения России. Я думаю, будет интересно. Первым фокусом у нас станет истинный наследник Харбина. РФП, как ее звали в Харбине, уже не существует. Матковский верно ему крыло партии давно разочаровалась в политике и риторике Радзоевского, поскольку они взяли власть в Магадане и устраивают его согласно своим идеям. Довольно партии копаться в грязи, пока страдает вся Россия. Хватит бандитизма, хватит риторики, ненависти. Россия-матушка взывает на защитить ее, спасти от разрухи. До того, как Матковский сможет вправду послужить родине, он должен убедиться, что правит сам. Несогласия и сопротивления быть не должно. Хоть он и доверяет своему крылу партии, он обязан сокрушить несогласия в своих рядах. Те, кто подозревается в верности Радзоевскому, должны подвергнуться очистке. Обеспечив полную политическую власть над Магаданом, Матковский исполнит свой священный долг, который он обещал исполнить еще с тяжелых времен в Харбине. Под его руководством Россия вновь станет единая, сильная и неделимая. Это он так себе представляет свое будущее. Изменится у нас немножко полит власти, прорастет и получим поддержку войны. Фокусы в этом моде производятся достаточно быстро, 14-20 дней. Также хочу сказать, кто мало знаком с этим модом, этот мод скорее ориентирован на сюжет больше, нежели на боевые действия. Поэтому здесь будет очень много текста, значительно больше, чем в любом другом моде. Также в этом моде есть очень много различных законов, политические, военные, экономические, социальные. Также есть показатели социального развития, которые могут улучшаться, ухудшаться. Причем вы не можете это брать за полит власть, как-то это все взаимодействовать. Взаимодействовать вам нужно при помощи решений, фокусов, различных, возможно каких-то советников, получать прирост этого самого развития. И соответственно у вас будут улучшаться или ухудшаться его показатели. Допустим образованность, как видим, у нас сейчас ухудшается. У нас есть основная грамотность. Минус 15 скорость исследований, выпуск, штрафы идут, продукции, эффективность производства. Но это все можно, конечно же, повышать. По фокусам мы видим, что сможем сформировать Сибирскую национальную республику. Для этого нужно захватывать территории. Можем устраивать различные рейды. И мы за это будем получать единицы добычи. На данный момент у нас есть одна единичка. Допустим, если будет две единицы, то наша академическая база при их помощи будет улучшаться. То есть вот эти самые законы, они будут прирастать. Ну а также различные местные производства можно увеличивать при помощи политвласти. Экономика у нас слабая, одна гражданская фабрика и одна военная есть. Но это все можно, конечно же, увеличивать. В том числе при помощи американского правительства. Последние верные сыны. Матковский приспустил свои очки на нос, рассматривал лист бумаги с множеством имен, написанных на ней. Список вероятных валлистов Радзоязского. Он оглянулся и увидел комнату, наполненную доверху книгами, оставшиеся ему еще со времен его службы в Белой Гвардии и полуразложившимся американскими газетами. И особенно его взор заинтересовал стоящий в углу пыльный и ржавый граммофон. Его вид заставил Матковского улыбнуться. Воспоминания о том старом здании в Харбине, танцах и вечеринках. И кроме всего этого, об огромной свастике, сияющей электрическим светом, обещающей новый путь для всех русских, оказывающихся там, заполонили его разум. Кто-то нажал на дверный звонок, отвлекая Матковского от его занятия. Два грубых человека, одетые в партийную форму, зашли в комнату. В маленькой и неупрятной комнате они выглядели чужеродно, почти по-варварски. Они отдали неловкий салют, пытаясь устоять на месте. Один тощий, с коком светлых волос, выглядывающим из-под его партийной шапки. Второй, коренастый, с видным невооруженным глазом-животом. После нескольких секунд неловкого молчания, Матковский посмотрел на них перед тем, как наконец сказать «Ну и что же?». Говоря с дрожью в голосе, они назвали Матковскому имена тех воевистов, с которыми было покончено сегодня. Матковский улыбнулся. «Спасибо, теперь вы можете идти». Когда он услышал, как дверная ручка была повернута, он вновь взялся за свой список. «Сергей А», «Бруно Б», «Николай С». Он перечеркнул их имена густыми черными чернилами, навсегда стирая их из истории русской фашистской партии. Держа в одной руке стакан с виски, Матковский посмотрел на свое отражение в мутной жиже и сделал глоток. «Часы идут» – звук дверного звонка. В комнату входят люди и называют имена тех, кого вычеркивают из списка. Иногда, когда ветер слихал, он мог даже услышать выстрелы где-то вдалеке в лесу. Список был завершен к ночи. Он мягко выпроводил людей из комнаты, поблагодарив за хорошую сделанную работу. Когда они вышли, Матковский закрыл дверь на засов. Запустил граммофон, он учил, что может неплохо потанцевать, вспоминая о Харбине. Он запустил устройство и дал ритму взять вверх. У нашего вождя много работы. Ну, как видим, пауки в банке начали грызть друг друга. У нас есть 15 политвласти. Мы можем начать искать добычу в райинах. Также потом нам станут доступны возможности рейда на другие территории соседние. В чем только Якутия, Алдан и Амур. Вот сюда на север нельзя. Но тут такие страны, даже можно их назвать дикими. Здесь нет правительства, то есть какие-то племена местные, какие-то деревушки. Там нечего добывать. Пока что на 30 дней мы получим штраф по производству. Но это не страшно, у нас и так нет производства. Получим две добычи и во что там ее вложим. Также в моде, стоит сказать, есть экономика. Но поскольку мы являемся варлордом, полуцивилизированным государством, то она нам недоступна. Хотя показано, что у нас есть ВВП целых 2 миллиона долларов. Обустройство пустошей. Ужасные вести доносятся с Востока. Постоянные немецкие бомбардировки, набеги бандитов, войны русских против русских. На самом краю русского Дальнего Востока, Магадан скрыт и недостыжим для бед, которые терзают всю остальную родину. Тем не менее, Магадан многого из себя не представляет. Ввиду того, что он расположен в самом пустом регионе России, как в плане родонаселения, так и в плане ресурсов, тут очень мало того, что пригодится нам в будущем освобождении и воссоединении России. Матковский это исправит. Представители его партии наведают все улицы и окрестности Магадана ради рабочих, которые желают поддержать его в его завоеваниях. Они будут строить дороги и телеграфные посты, мелкие мастерские и мануфактуры. Когда день освобождения настаёт для истерзанной и измученной России, поставленной на колени из-за ошибок красных и преступлений немцев, они будут высоко награждены за их верность и отверженность. Ведь Матковский не бросает тех, кто в него верит. У нас начнёт улучшаться промышленное оборудование. Получим две единицы инфраструктуры. Тем временем немцы высаживаются на Луне, устанавливая там свой флаг. Но президент Никсон поклялся, что США будет первыми, кто создаст на Луне свой постоянный контингент. А Япония вовсе заявила, что сможет высадиться на Марс. Кстати, есть достаточно интересный такой сериал. В жанре альтернативной истории за всё человечество называется, где Советский Союз первый высадился на Луне. И там началась гонка за освоение Луны. Рассказывают нам историю о современном богатыре. Всех сказок о русской анархии есть только одна, которая распространилась от замерших земель Дальнего Востока до Кустромы на Западе и даже глубоко в земле Нацистской империи. История странника из неизвестных краёв, который несёт с собой правосудие, когда идёт по пустынным дорогам Старой России. Этот странник стал одной из величайших загадок во всей России. Действия этого героя, этого современного богатыря, зажгли огонь надежды в сердцах даже самых угнетённых в России. День в поту. Александр Павлов находился на улице, и на нём было одето лёгкое пальто, проводя встречу с лидером группы безопасности РФП, которого он же назначил для этого задания. Хоть и термин «группа безопасности» был не лучшим описанием этих плохо оснащённых головорезов, однако они беспрекословно выполняли приказы, даже без наличия каких-либо средств у вождя. «Всё ли готово?» – спросил он человека перед ним. «Да, господин», – чётко ответил руководитель службы охраны. «Наши люди находятся на складах и готовы начать атаку по вашей команде». Павлов кивнул, глядя на склад со своей ухмылкой, которую многие описали как тревожный. Он прекрасно понимал почему. Он наслаждался своей работой, и для него было совершенно нормально погасить несколько десятков жизней, как восковую свечку. Нет, он понял, что всё в порядке. Ему просто плевать. Всё во имя фашизма, и неважно с чем и от чего это связано. Огонь по готовности. Никакой пощады. Ночные кошмары. Запах пота. Страх имбецилов, не способных постоять за себя. Очередной пролом ранним утром. Ещё один коммунистический шпион из Харбинской общины, похищенный у его родственников. Японцы заплатят неплохие деньги за живые заключённых. Люди из РФП плевать хотели, чтобы были заключёнными. Их волновали лишь деньги. С каждым исчезнувшим большевиком появлялось больше оружия, больше пушек. Всё во имя национальной революции. Форма Петлина была абсолютно новой и совершенной. Он наслаждался каждым моментом, моментом, когда заключённый терял какую-либо надежду на свободу. Некоторые пытались сопротивляться. До того момента, пока они не пришли под заточение японцев. Большая часть остальных, в конце концов, сдалась. Пустые глаза. Боялись. Съёживались. Их жизни в руках Петлина. Приятно было быть доверенным лицом Радзеевского. Он был судёй и арбитром. Он сделал бы всё, чтобы взять под контроль русских фашистов. Нет. Он проснулся весь в поту. Он никогда не ходил и не помогал в хищениях. Это только слухи. Только слухи. Петлин сел на свою кровать. Лидия ушла. Наверное, в туалет. Биение сердца. Краткие воспоминания о Харбине. Такие яркие в его сознании. Он знал. Петлин знал, что головорезы РФП затевают. Он ничего не сделал. В основном из-за некоторой апатии. Он тогда верил и думал, что вождь не мог ошибиться. Петлин знал, что разделяет вину. Он стало покачал головой. Возможно, он не мог смириться со своей виной. Тем не менее, он пытался искупиться. Прошлое всё ещё преследует нас. Но в нашем настоящем мы насобирали 75 политвласти. И мы можем сделать, например, промышленные инвестиции. По завершению есть шансы получить либо гражданскую, либо военную фабрику. Давайте возьмём это. Тут есть, конечно, и другие инвестиции. Придётся власть и там на стабильность. Но надо, давайте, начинать экономику. Хоть немножко обустраивать. Мы обустроили пустоши. Давайте займёмся нашими фабриками. Магадан, как уже было замечено, удалён. Изолирован от всей остальной России. В самом портовом городе Магадане промышленность есть. Но она незначительная и не совсем угодна для производства военного снаряжения. К счастью, на Дальнем Востоке это проблема с нехваткой промышленности везде. Так как промышленный центр во Владивостоке, развитый во времена Красных, теперь в руках японцев и маньчжуров. Короче говоря, все, с кем нам предстоит бороться на Востоке, на нашем уровне. Матковский, правда, возможности не выпускает. Он будет создавать новые фабрики в пустошах Сибири, с намерением реально воевать, а не участвовать в этих детских драках. Партия вооружит и натренирует солдата Магадана, как солдата с высшими идеалами, а не бандитов. К тому же, ни один гражданин под крылом партии не будет знать ни бедности, ни решений, но будет это примером видения прекрасной России будущего. Будет увеличиваться квалификация рабочих, получим одну гражданскую фабрику. Магаданские пустоши Матковский стоял и смотрел на огромную карту Магадана и его окрестностей в конференц-зале, в котором он регулярно встречался со своими главными советниками. Он вздохнул и смирился с реальностью. Хоть Магадан и был реальным городом, большая часть территории под его контролем была либо не заселена, либо недоразвита, либо и то, и другое. Такая ситуация для правительства, которому нужны тела и промышленность, да поскорее далека от идеала. Как только прибыл ряд министров, которых предположительно оповестили о повестке дня, Матковский повернулся к ним. В своей известной тактичной манере он обратился к собравшимся. Очевидно, что наша нынешняя промышленная ситуация неудовлетелена. В ходе речи он подошел к арте и показал ее министрам. Мы должны предпринять действия, чтобы убедиться, что нас не одевлеют наши южные враги. Не секрет, что они получают материальную поддержку от Японии. Ульцов, один из министров, начал говорить. «Придется, конечно, немного поработать, но мы думали о том же, что мы не сможем позволить соперникам нас опередить. Пару предложений можно составить, мой вождь». Индустриализация под прямым наблюдением правительства. Привлечение иностранных инвестиций любими необходимыми для этого методами. Матковский осмотрел комнату, ожидая других ответов. Затем продолжил. «Хорошо, приступайте, я не хочу сравняться с Радзеевским и его белыми. Я хочу их перезайти». Многие ответы на это кивнули. Матковский дал всем понять его намерение. Он хотел сделать Магадан промышленным городом. Задача, естественно, непростая, так как первоначально целью существования Магадана была остановка на пути к рабочим лагерям и шахтам регионам. Но если вождь сказал, что так надо, значит, так надо. И все в комнате, включая самого Матковского, знали, что если этого хотел вождь, то это будет сделано. Матковский медленно кивнул, затем заявил. «Ну, тогда приступайте». Получаем также мы две единички добычи. Давайте будем закупать новое промышленное оборудование. Получим немножко стабильности. И промышленное оборудование начнет улучшаться. Я так посмотрел, но тут не особо-то сильно улучшается или ухудшается. Возможно, есть какие-то термины. Например, две единички в месяц улучшается промышленное оборудование. А до следующего уровня нужно аж 240. Длится это будет только 60 дней. То есть, четыре единички мы будем только получать. Возможно, со временем откроются более продвинутые возможности раскачки наших экономических показателей и социальных. Американский визит. С Камчатки прибыла лодка с интересным пассажиром. Американским туристам. Люди обычно не приезжают в Россию, особенно американцы. В конце концов, никто не любит посещать разоренные войной пустоши. Особенно холодный Дальний Восток. Он, наверное, и недели не протянет без того, чтобы не замерзнуть насмерть. Если мы ему как-нибудь не поможем. Мы не можем оставить наивного американца в глуши. Самое меньшее, что мы можем сделать, это предоставить убежище на несколько дней. Может быть, Матковский даже встретится с ним. Будучи американцем, он был бы полезен для достижения руководства Соединенных Штатов. Мы всегда хотели более тесных отношений с американцами. Так почему бы не начать сейчас? Когда у нас есть один прямо здесь. Матковский даже считает, что у него есть связи с ЦРУ. Какая удача. Кроме того, это был бы хороший способ проявить властеприимство. Американец должен быть впечатлен, когда он встречает истинного вождя русских. Несмотря на то, что это произойдет хорошее впечатление, поможет нам выделиться среди всех остальных военачальников, окружающих нас. Однако, возможно, было бы лучше и безопаснее просто устроить ему общую экскурсию по Магадану. Если он увидит город, это покажет ему истинный вклад жизни в России лучше, чем любая встреча с Матковским. Кроме того, вот человек занятой, и ему может не понравиться тратить свое время на потенциально никчемного американца. Так что, устроить ему экскурсию по городу или пригласить Матковского выпить. Let's drink vodka, как говорится. Отправим его к Матковскому, а вдруг он реально разведчик. Мы бы смогли с ним выйти на связь и получить кое-какой профит, как говорят американцы. Запись 2. Встреча с Матковским. Сегодня у меня была встреча с магаданским вождем. Михаилом Матковским. Он казался довольно веселым и предположил мне немного почти не ужасной водки. Но в целом впечатление было довольно странным. Как ни странно, он продолжал расспрашивать меня о моих связях с президентом Никсоном и ЦРУ. Может быть, это мои волосы? После того, как я сказал ему, что я всего лишь американец, он оказался немного разочарованным. Потом он спросил, как мне живется в Америке и что я делаю в России. Я сказал ему, что был студентом университета дома. И я приехал в гости, чтобы исследовать Россию и, возможно, получить немного веселья и приключений вместо моей скучной жизни дома. Я не знаю, что он сказал после этого, но я думаю, что это было что-то вроде того, как я буду застрелен первым бандитом, который приблизится ко мне. Так что ладно. Потом я выпил еще немного и рассказал ему, что мой отец был астронавтом в секретной миссии на Венеру. Ага. А еще во время войны он убил сотню японцев из одного пистолета. На самом деле он механик и всегда им был. Однако Матковскому, похоже, понравилась эта история, хотя я не знаю, насколько он ее понял. Мой русский не самый лучший. После нашей встречи он подарил мне эту огромную медвежью шкуру. Наверное, мне стоит ее надеть. Я уже думаю, что прекрасно обойдусь без нее, так как у меня есть своя шуба, но я все равно ее принял. Она очень теплая. Затем я отправлюсь в Якутск, чтобы посмотреть, что там происходит. Ну, по крайней мере, ему было весело. Во имя малых перемен. У меня больше ничего нет, проговорил торговец, окруженный бандитами из русской фашистской партии. Их коричневую форму можно было заметить издалека. Они обыскали его магазин. Сделушки были раскиданы по всему полу. А все те гроши, которые они вытрясли из торговца, лежали на стойке. Магазин видал и лучшие деньки. Дни, которые он вспоминал с теплом. Советский Союз не был идеален. Но они хотя бы не нанимали детей переростков для грабежа в фашистской форме. Один из фашистов, коренастый парень с истеричным голосом ударил по стойке, рассыпав деньги. Его приятели-бандиты называли его Владом, боссом. За его спиной они высмеивали его голос и рост, а также перешептывались о том, что он был важной шишкой в партии. «Я же знаю, у тебя есть еще!» Сказал он. «Ну давай же, Богдан!» Он сложил свои руки. «За нашу старую дружбу! Ты же не хочешь, чтобы тут все было уничтожено? У меня полно терпения, но у моих приятелей нет. Я прошу их оставить тебя в покое. Но они не слушают. Я прошу тебя, исполни их скромные желания и заплати. А дальше дело за мной!» У Богдана не было других ценностей. Бизнес прошел в упадок после развала Союза, и хаос не был выходен для магазина. Он держался этого магазина с некой ностальгией. Может быть, в старые времена вернутся. Встав на колено, он открывает семейный сейф под стойкой. Пистолет и украшение его жены. Его рука тянулась к пистолету, но он остановился на полпути. «Не сегодня, не стоит!» Он взял обручальное кольцо и передал его Владу. «Слава Богу!» Сказал Влад, что ты одумался. «Все же ты один из наших любимых клиентов». Вот такие вот ублюдки. Также есть у нашем Магадане. Вы спросите, какой еще бизнес, какой магазин у этого Богдана мог быть в Советском Союзе. Дело в том, что в этой реальности в Советском Союзе экономика была более либеральна, чем-то было похоже на ленинский НЭП, то есть новую экономическую политику, где разрешался мелкий бизнес, а государство занималось крупной промышленностью, вот такими вот вещами. Это, по мнению авторов этого мода, и сгубило Советский Союз в войне против Германии, потому что он не смог провести достаточно сильную индустриализацию. Как это было при Сталине. Хорошо, увидимся еще, Владик. Сибирские фермы. Как однажды сказал известный китайский стратег, не ногами армии маршируют, но желудками. Во время проклятого Союза и Империи, портовый город Магадан всегда полагался на внешний импорт, чтобы удовлетворить свою потребность в пище. Крещенные связи с другими регионами своей родины, большинство ее жителей тем временем занялись прибрежной рыбалкой, чтобы заработать себе на жизнь. В их сердцах распространяются тайные желания, рожденные голодом, чтобы Россия их спасла. Партия, а с ней Матковский прислушивается к их зову, чиновники соберут добровольцев и призывников для работы на полях Сибири. Дальний Восток не подроден, но для сотворения чуда достаточно усилий честных русских. Нам не нужно, чтобы наши склады были переполнены продуктами, достаточно, чтобы выжить в суровом климате Сибири и прикормить наш народ. Когда Россия снова восстанет, все это будет забыто, как пепел на ветру. Начнет улучшаться сельское хозяйство. А за фабрики мы должны были получить квалификацию рабочих. При ней ее улучшение давно улучшается, тоже по двоечке в месяц. Правда не ясно, сколько оно будет длиться. Может только месяц один. Ну посмотрим. Сейчас есть 0 из 240, сколько оно прокачается. Маски. Катерина увидела своего отца, сидящего на пороге дома. Он не заметил ее присутствия. Она увидела своего отца, держащего руками свою голову. Как будто у него была сильная головная боль. Это был не первый раз, когда ее отец сидел на улице, дыша свежим воздухом, прежде чем войти в дом. Солнце уходит за горизонт. Его оранжевый свет устарил человека на пороге. Он вступил в партию еще в 50 первых дней в Харбине. Он был ветераном антибольшевистского фронта. Люди внутри партии прозвали его Высоким Владом, осмехаясь над его ростом. Снаружи партии он был известен как бандит, преступник, грабитель в форме РФП. Иногда он мог увидеть эффект своей репутации на своих соседях. Владельцы магазинов, бизнеса или же простые рыбаки смотрели на него со страхом и отвращением. Каждый раз, когда кто-то пытался помешать Владу, он спокойно отпугивает людей своим нанбу, оружием, которое еще со дней Харбина служит ему верой и правдой. Однако в глазах Катерины фигура отца не выглядела как монстр. Он чувствовал, как эта маска пропадает с его лица каждый раз, когда он говорит с ней. Холодный и грубый настрой сразу спадал на нет, показывая, если нехорошего человека, то часть от него. Она выбежала из двери и поймала отца за руку, увидев его «Время ужина», — сказала она с улыбкой на своем лице. «Заходи, вот каков человек в другом свете». После сибирских фирм давайте попробуем что-нибудь другое. С основанием сибирских заводов и фирм партия в Магадане зарекомендовала себя как сила, способная к действиям и реформам. К сожалению, до сих пор эти действия имели ограниченный успех. Как бы ни было трудно Матковскому и его политической клике признать это, время покажет эффективность этих усилий. Пока нам остается только ждать. А пока идет речь о вооруженных силах партии. Хотя наши люди относительно хорошо вооружены и на многое способны, они не привыкли к боевым действиям и не подходят для них. Пора попробовать что-нибудь еще. Матковский, который сам был солдатом в древние времена, будет наблюдать, как его генералы и офицеры выковывают из солдат новую армию, состоящую из закаленных и опытных людей, способных сражаться в суровую сибирскую погоду. Тренировки в суровых или ясных условиях будут обычным явлением. Каждый солдат Магадана должен быть в авангарде крестового похода Матковского. Для нашего генерала Александра Павлова будет получена черта зимний специалист. И на этом моменте я предлагаю закончить первую серию. Да, их будет много в этом прохождении, потому что очень много текста. И вот мы, получается, прошли только 4 фокуса. Дальше будет еще больше. Так что приглашаю вас оставаться на канале. Если вы не подписаны, подписывайтесь. Если понравилось это видео и желаете предложения, поставьте ему лайк. Вам не сложно, мне приятно. Увидимся в следующей серии. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok